Су-47 Российский истребитель Су-47 «Беркут» или С-37 – прототип истребителя пятого поколения. Эта красивая мощная машина имеет черный цвет, что делает ее еще более грозной и внушительной. Требования к российскому истребителю пятого поколения предусматривают достижение значительно более высокого, чем у самолетов четвертого поколения, боевого потенциала. Новые истребители должны отличаться от предшественников, повышенной боевой автономностью, прикруговой осведомленности о тактической обстановке, всережимностью применения, сверхзвуковой крейсерской скоростью, малозаметностью и сверхманевренностью. Су-25 «Грач» Су-25 «Грач» бронированный дозвуковой штурмовик, остается основным штурмовиком ВВС России. Опытный экземпляр Т-8 совершил первый полет 22 февраля 1975 года, но перед тем, как попасть в серийное производство, претерпел серьезные изменения. Во время войны в Афганистане эти самолеты совершили около 60 тысяч боевых вылетов, и этот опыт позволил еще более усовершенствовать машину. Су-27 Советский, на сегодня российский многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в АКБ, сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Первый полет прототипа состоялся в 1977 году. В 1982 году самолеты начали поступать в авиационные части, с 1985 года началась их эксплуатация. Су-27 является одним из основных самолетов ВВС России, его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и других странах. Су-34 Работы по созданию двухместного Су-34 начались в АКБ в начале 1980-х годов. Под руководством Симонова, сформировавшего основную концепцию самолета, его облик, а также идеологию кабины, обеспечивающую комфортные условия для экипажа. Постановление по Су-27ИП вышло 19 июня 1986 года, а в 1987 году в АКБ был подготовлен эскизный проект. Прототип самолета Су-27ИП, главным конструктором которого является Мартиросов, появился в результате глубокой модернизации серийного Су-27УП. Заново изготовленную носовую часть фюзеляжа с бронированной кабиной экипажа, которую построили на Новосибирском авиационном заводе, установили на модернизированный планер с парки. И завершает наш топ. ПАКФА Т-50 Истребитель пятого поколения ПАКФА Т-50 начали разрабатывать в конце 90-х годов как ударно, истребительный самолет, но из-за проблем с финансированием разработка машины шла неполными темпами, и лишь в последние годы конструкторы начали работать в полную силу. В полной красе самолет можно было увидеть на авиавыставке МАКС-2011. Что конкретно находится по обшивке Т-50 естественно секрет, хотя сама обшивка говорит уже о многом, ведь истребитель отправили в первый полет непокрашенным, и люди знающие тут же сделали вывод, самолет как минимум наполовину состоит из композитов. КОНЕЦ